добрый вечер дорогие друзья я выхожу с радио аврора прощаюсь тут с коллегами обсуждаем с вами последние новости только что отсняли последние эфиры вечерние с андреем школьниковым селены ведутой селены ведутой мы ведем программу диктатура кибернетики с андреем школьниковым обсуждаем геостратегию очень интересные люди всем рекомендую подписываться на радио аврора огромная вам искренне и сердечная благодарность за вашу активность под нашим предыдущим видео под названием почему убрали мишустина она набрала уже там почти 300 тысяч просмотров я даже не думал то что на этом канале который является дополнительным к основному может будет набрать так быстро так много просмотров это все полностью ваша заслуга друзья еще раз спасибо вам причем под наше прошлое видео пришли тролли самые настоящие тролли это может быть кто-то из вас не знает что это такое значит есть специальные люди которых нанимают чтобы писать платные посты под видео под какими-то статьями и таким образом либо повышать их продвигать их в рейтингах либо наоборот их в рейтингах понижать какое-то время назад вот когда я только начинал заниматься ютубом на основном канале я кстати на чистых прудах ради аврора на чистых прудах в москве находится так вот вот и они еще называются иногда кремлеботы пригожинские тролли по-разному они называются это специальные люди кто получает за это денежки и у меня в том числе на канале часто довольно были такие ситуации когда на канале например 100 тысяч просмотров 10 тысяч лайков ну и например тысячи дизлайков проходит час 150 тысяч просмотров 15 тысяч лайков и уже не тысяча а 5000 дизлайков еще через час становится 10 тысяч дизлайков то есть сначала лайков было в 10 раз больше а потом они практически сравнялись так вот это было связано с деятельностью особых служб которым не нравятся определенные ролики они начинают накручивать дизлайки это все довольно известные вещи так вот потом youtube научился это различать и скручивать обратно эти дизлайки то есть когда youtube видит такой вот аномальную активность людей которые даже не просматривают видео просто заходят жмут на кнопочку и уходят то youtube это все не засчитывает он через небольшой промежуток времени заходит ну просто отменяет это действие давно у меня не было такого нашествия тролли и у меня вот сейчас под последним видео мы можете почитать комментарии среди них среди них довольно ярко выделяются те которые что называется просто разводя руками спрашивают ты кто вообще такой чтобы в этом рассуждать ребята это интернет ничего особо в этом нету но скорее всего это не вопрос реального человека скорее всего это работа тех самых ботов ботов и троллей он надо же какой-то кафе даже что-то открыто а видимо это работает на вынос и так друзья чем хочу с вами поговорить этим вечером что-то я затянул свое вступление вы уж меня извините долго сегодня говорили обсуждали как раз со школьниковым проекты ссср 2 есть над чем подумать страшновато конечно от той картины которую вырисовывает так вот с карточки принимаете так вот так вот что происходит у нас сейчас в политике в политике происходит цирк и луна до губернаторы наперебой пытаются угадать что же от них хочет путин и это только продолжается и усиливается то есть понимаете это люди ведут себя как настоящие даже не подростки а вот дети уровня начальной школы значит было объявлено что путин будет выступать перед общественностью мы все ждали когда же он скажет и я всегда говорил то что он уже по всей логике должен отменять карантин вот эти меры ограничительные потому что ситуация в экономике очень очень тяжелая плачевная и так далее вместо этого процесс пошел совсем в другую сторону было решено продлять режим самоизоляции но как губернатор в этой ситуации может повысить свой рейтинг в глазах верховной власти гениально губернатор московской области андрей воробьев региона наиболее пострадавшего от этой всей эпидемии москва и московской области это просто лидеры то все очень плохо мне как раз врачи я тут пообщался с местными врачами нашими они говорят что если во всей стране коронавирус завышают люди которые умерли от каких-нибудь других совершенно заболеваний им предлагают прописать в свидетельстве о смерти что это был именно коронавирус чтобы получить побольше финансирования то в москве и области ситуация обратная по словам человека который работает в одной из больниц я уж не буду его подставлять говорить в какой она говорит что примерно в три раза они занижают эти цифры примерно в три раза больше смертей уже случилось от этой инфекции конечно возможно это происходит именно в июле чем нам учреждение здесь нужна какая-то более широкая статистика мы это правда узнаем скорее всего через несколько лет сейчас пока ничего не известно подлинная информация отсутствует но что же делает в этот момент губернатор воробьев за два часа до выступления президента он выходит к журналистам и говорит ребята мы решили мы продлеваем карантин то есть страна замерла в ожидании и губернатор и все показывают свою несостоятельность что они ждут решение путина и уж тогда они скажутся этот показал свою самостоятельность и силу он сказал ребята мы продлеваем ограничения логика понятно да то есть он пока постарался взять инициативу свои руки но не потому что понимает что экономика просто замертво падает а потому что ему нужны были политические очки сегодня этот губернатор прошло то меньше недели сегодня он уже объявляет да пора нам выходить из этого из этих самоизоляционных мер в чем логика в чем логика вот именно сейчас это делать в оренбурге губернатор тоже один из видных так сказать вероятных преемников путина пасслер он сегодня сажается своими ближайшими помощниками заместителями деревья 1 мая не устроили весь город у них в ограничениях они подают пример что можно уже из них выходить такие вот происходят события о чем это все говорит они пытаются показать и выслужиться они пытаются показать свою инициативу что смотрите-ка путин еще не выступил а я уже объявил что нам нужно в продлить карантин это вот моя такая политическая воля показывает воробьев проходит 4 дня он говорит а вот теперь вот ситуация настолько изменилась что карантин можно отменять пасслер тоже самое говорит карантин можно теперь вот самоизоляцию от отменять снимать эти люди играют в политику они принимают решение не потому что так надо не потому что так сказали специалисты эпидемиологи им вообще плевать на то что реально происходит в вашем городе в вашем регионе эти люди принимают решение исключительно исходя из своего шкурного интереса чтобы получить повышение в министерское кресло а то и вице-премьерское кресло а то и премьерское а то и спикером госдумы а то и вместо матвиенко сей совет федерации а то и стать преемником путина для них занять кресло путина означает стать царем никто из них не собирается работать ради простых людей всем абсолютно наплевать на то что происходит с вами вашими детьми вашими престарелыми родителями что вас там с работы что вас доходами что у вас со смыслом жизни вообще счастливы когда политик счастливого людей как у них со счастьем как со смыслом жизни как с радостными эмоциями или наоборот негативом таких политиков нам уже хватило нужно держаться от них подальше я призываю вас быть начеку и эти простые мысли до до всех с кем вы общаетесь вхожу в метро чувствую звук у вас будет уже ветер спасибо что посмотрели до новых встреч пока